Почему вы здесь? Как можно выразить? Можно на каждом предприятии улучшать свои условия труда. Поэтому был лозунг «Вся власть рабочим». Когда рабочий объединяется в профсоюз на своем предприятии и заключает коллективный договор, они могут улучшать свои условия труда, все зависит от возможности предприятия, а главное, организованности рабочих, лучше, чем предусматривается законом. Я сам был сварщиком на Форде, у нас был сильный профсоюз, мы организовывали. Потом я стал профсоюзным организатором и этот опыт, который я получил, распространяю дальше. Сейчас я организатор профсоюза лесных отраслей. Мы занимаемся созданием рабочей организации «Икея Индастрия Тихвин». Это подразделение «Икея», которое производит мебель, которая здесь продается в этих магазинах. У нас уже есть профсоюзная организация, и 2 сентября мы в Тихвине как раз тоже выходили против повышения пенсионной реформы, потому что мы преследуем и общегражданские цели, и конкретные шаги по улучшению качества жизни на каждом конкретном предприятии. Вот именно поэтому я здесь. Вы были девятого на площади Ленина? Да, к сожалению, я не успел. Нужно было решить пару своих вполне бытовых вещей, потому что я рабочих много. Но я успел только увидеть, что протест перемещается. Перемещается. Но я поддерживаю каждую попытку добиться своей цели, потому что мы все граждане. И хорошо, что вот случилось чудо, что хоть какая-то проблема начала объединять людей с разными взглядами, разными проблемами. Пусть немного, но все равно приятно, невзирая ни на что. Это помогает, в конце концов, почувствовать, почувствовать. С общегражданской сложнее, потому что мы не знаем, когда добились вот так, общегражданской позиции. Но на каждом конкретном предприятии, если учреждаешь профсоюз и добиваешься улучшения труда, пусть даже мелочи там, одежду, наконец-то, спецодежду стирают на рабочем месте, а не таскаешь домой. Не выгоняют за больничные, за то, что если мать, допустим, с детьми вынуждена много сидеть с ребятами и говорят, а почему ты так много болеешь, ты не устраиваешь. То есть, каждая вот эта победа способствует, что человек чувствует, что он не простой винтик, не вот эта рабочая сила, которую можно вот как использованный материал выкидывать, а можно, можно улучшать. Где-то шажок, где-то прыжок. Ну, общее направление вот это, вот это стремление противопоставлять вот этой капиталистической системе, просто безжалостной эксплуатации, оно начинается с формирования вот этого нового человека, который чувствует себя субъектом. Субъектом, а не объектом того, что вот сейчас, а, сделают. Да, можно проиграть, да, можно потерять, включая работу, но все равно можно и найти. Пробуем, пробуем, еще раз и еще раз. Отношение к действиям полиции? Отношение к действиям полиции вот сейчас присутствует. Ну, пока не очень понимаю, что происходит. Взяли человека, задержали, отвели. Может, не оказалось у человека. В целом, вот, по крайней мере, то, что лично я видел, лично я видел, прямого жесткого насилия, я не наблюдал. То, что препятствует, то, что вот это больше выглядит как втихомолку, там, вот это вот барьерчики, там, безусловно, препятствует. Это очевидно. Но, по крайней мере, вот демонстративно, чтобы сразу разгонять и месить, этого я не вижу. Поэтому, ну, отношение к действиям полиции сдержанное. Сдержанное в силу того, что никак, вот, недавно видел фото Германии. Там вот было тоже, выходили граждане против, я даже не помню, какого вопроса, но выходили. И полиция сняла каски и пошла рядом. Вот это вызывает у меня одобрение. А здесь сдержанное, сдержанное. Хорошо, что я с вами, а не там. Поэтому вот так. А чехарда с площади Ленина? Как и девятого, вот, когда я не успел, вот это постоянное вот сутолка и перемешение. Ну, говорит о том, что, ну, в течение многих лет, в общем-то, было спокойненько налажено. Я уже не первый год тоже бывал и на площади Ленина, и на других устойчивых площадках. Ну, как-то выходили. Власти не особенно это будоражили вопросы, которые выдвигались. Пожалуйста, проводите. Ну, тут так получилось, что сразу много разнородных сил, политические партии, граждане, профсоюзы. Все вдруг раз, а опыта взаимодействия-то, ну, маловато. Маловато, ну, есть и организационные, конечно, тупники. Плюс, конечно же, и действия властей по сдерживанию тоже играют. Ну, как видите, при желании, вот, если граждане оказались настойчивы, невзирая, там, на предупреждение, там, прокуратуры, о том, что внезапно, там, и труба, и еще что-то, там, то понос, то золотуха, ну, выразили. Выразили очень хорошо, еще впереди. Есть возможность давить и на правительство, которое хочет решать свои проблемы за счет бедных, но небогатых. Вот, в общем, это очень сближает и профсоюзную, и гражданскую позицию. Точно так же и работодатель часто стремится почти всегда решать проблемы за счет рабочих. О, у меня не получается, пожалуйста, лишние, до свидания, вы нездоровы. И там, и на Икеа тоже были проблемы по состоянию здоровья, все время пытались вот это, вот так. Мы даже вмешивались, это удачное было действие, когда удалось десятки отбить работниц, прежде всего, которые потеряют здоровье на конвейере, говорят, все, 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 до свидания, до свидания, до свидания. И здесь, и здесь то же самое, то же самое. Мы знаем отличный способ, как решать многие проблемы. Справедливое перераспределение доходов еще никто не отменял, и это нормально. Я летом был в археологической экспедиции в Ханты-Мансийске, в юртах хантов-баптистов. Я видел, там повсюду нефть, там повсюду нефть, но только чья она. Вот, а мы тут бьемся за крохи, мы тут бьемся за крохи и рискуем, когда есть вполне очевидный здоровый способ. Ну и напоследок такой вопрос, а есть возможность изменить данное положение вещей на сегодня? Данное конкретную пенсионную реформу? Ну, да. Да, конечно. Ну, не сразу. Никто не обещал, что сейчас вот примут закон, и все, у нас уже 63-65. Я видел примеры, когда это долго. Когда я ездил в свое время смотреть, как голландские профсоюзники организованы, у них тоже проходила кампания, например, с 67 лет до 65. Да, это регулярно происходит. Да, на федеральном уровне сложно. На рабочих местах защитить людей, чтобы они сохраняли свои рабочие места и не теряли. Это можно. Вот конкретно, например, когда я точно так же, когда был сварщиком Форда, поехал, а как в Кёльне обустроен профсоюз Форда в Кёльне? Так рабочие добили через свой профсоюз о том, что нельзя уволить работника по производственной необходимости. Работодатель, у вас есть проблемы? Решайте их, пожалуйста, не за наш счет. А мы пришли сюда работать. Поэтому, конечно, есть свет в конце туннеля. И надо пробовать еще и еще. А через профсоюз на каждом рабочем месте и коллективный договор. Это сделать намного проще. Спасибо.